Если вы умеете лечить опухолевые или онкологические заболевания, то если вы диагностируете пациента с таким заболеванием, то обязательно необходимо подтверждение этого заболевания классическими врачами в нормальной больнице. Они должны подтвердить наличие опухоли или онкологического заболевания. Если после лечения вы заключаете, что опухоли нет, то вы должны отправить пациента на проверку приборами или другими методами, например, биопсия, чтобы получить подтверждение, что онкологии больше нет. Некоторые целители говорили мне, у меня были пациенты, у которых был рак. Я провел несколько сеансов, все убрал, и теперь у них все нормально. Но дело в том, что о том, что у них была опухоль или онкология, знал только этот целитель. Пациент об этом даже не подозревал. Если это действительно не подтверждено клиническими обследованиями, то тогда это просто пустые слова. Сейчас мы будем рассматривать некоторые знания, которые помогут вам скорректировать ваше видение. Рассмотрим печень с позиции физической анатомии. Если мы найдем эмоциональные и духовные проблемы, которые связаны с заболеванием печени, то тогда это будет проявлено по точкам на голове. Не говорите пациенту о том, что у него больна печень, потому что печень очень часто не дает никаких ощущений. Если вы скажете ему, что у него больна печень, он вам ответит, что у него никогда ничего не болит. Если у пациента действительно проблема с печенью, и вы обнаружите это на информационном уровне, по точкам на голове, то печень будет оказывать влияние на другие органы. Проблемы с печенью очень часто заставляют людей реагировать эмоционально. У них может быть злость, раздражительность. Они постоянно ссорятся с окружающими. У них могут быть сильные головные боли и несколько повышенное давление. Если печень даст вам подобные информационные сигналы, то вы должны обследовать грудь. Если у пациента действительно серьезные проблемы с печенью, то обязательно это повлияет на состояние молочной железы и женских половых органов. И это проявится вполне быстро, так что пациент это уже ощутит. Поэтому, если вы обнаружите, что с печенью какая-то проблема, а пациент этого не знает и не ощущает, то продолжайте проверять остальные части тела. Печень связана с нашим эмоциональным состоянием. Это может вызвать состояние озлобленности, а порой раздражительности. И то нехорошо для него, и это плохо. И человек постоянно жалуется. Это подтверждает, что информация от печени вышла наружу, и энергия печени поднимается вверх. Восхождение энергии к верху вызывает повышенное кровяное давление. Если вы видите, что такие негативные эмоции характерны для пациента, нужно уменьшить злость печени. Если человек злится и пытается ссориться с окружающими, спорить с ними, но никто к нему не прислушивается, то такого рода негативные реакции часто затаиваются в глубине души, и это может привести к повреждению клеток печени. Поэтому, когда мы лечим печень, то, с одной стороны, мы должны уменьшить ее злость и постараться выровнять эмоциональное состояние человека. А с другой стороны, если накапливаются какие-то эмоции, нужно дать им выход. Поэтому лечение состоит из двух частей. С одной стороны, вы воздействуете на то, что вы видите. Вы касаетесь определенных информационных точек в области головы одной рукой, а другой воздействуете на область печени. После достаточно длительного воздействия двумя руками вы освобождаете печень от этих эмоций. Кроме того, мы похлопываем, чтобы пробудить печень. Вы помните предыдущего курса метод похлопывания, метод пробуждения? Мы пробуждаем шень. Кроме того, когда к вам попадает пациент, вы должны его расслабить. Вы должны рассказать ему о его проблемах с печенью и рассказать о том, что он должен помочь освободить печень от зажатых в ней эмоций. Вы знаете, что если в семье бывают конфликты между родителями и детьми или просто между мужем и женой, то тогда начинается ссора. Дети капризничают, скандалят. Таким образом, ребенок освобождается, выбрасывает свои эмоции, и они не удерживаются в нем. Но если взрослый человек, злясь на своего босса, не может вести себя подобным образом, то эти эмоции остаются внутри него. Вот в этом случае повреждается печень. Если вы дома будете лечить своего мужа и жену, то перед этим скажите, что они могут выплеснуть свою злость на вас. Но если они не хотят выбрасывать на вас злость, тогда отправьте ее за подарками в магазин. Если вы хотите расслабить свою печень, постарайтесь почувствовать, что печень любит кислоту. Если у человека печень здорова, то человек всегда выпрямлен. Он похож на молодое стройное дерево. Но если постоянно сутулится, то у него печень нездорова. Печень подобна дереву. Она любит стройность и вытянутость. Характеристики сердца. Прежде всего, сердце требует любви. Сердце хочет получать любовь, и в то же самое время оно хочет любить. Сердце нужна взаимность. Если ее нет, сердце начинает испытывать боль. Если у человека постоянная боль в области сердца, нужно проверить его эмоциональное состояние. Проверьте, может быть, вы кого-то любите, но не можете реализовать свою любовь. В этом случае вы плохо себя чувствуете постоянно. Аналогичные ощущения возникают в том случае, если кто-то любит вас, а вам это не нравится. Если речь идет не только о любви между мужчиной и женщиной. Это может быть любовь между детьми и родителями. Например, вы очень любите своих детей, но не получаете ответной любви. Они не получают от вас то, на что рассчитывают. Иногда дети очень любят родителей, но не чувствуют взаимности. Вот это тоже приводит к проблемам с сердцем. Можно сказать, что неуравновешенная или несбалансированная любовь является причиной боли. Сердцу свойственно быть довольным. Карактеристика сердца – всегда чувствовать удовольствие и всегда чувствовать счастье. Если этого нет, вы всегда чувствуете боль. Если вы постоянно улыбаетесь, люди видят, что вы счастливы. Это значит, что информация в вашем сердце правильная. Если вы не испытываете удовольствия и на вашем лице не написана радость, это значит, что информация неправильная и ваше сердце может быть не в порядке. Если вы не испытываете счастья и даже не знаете, что такое удовольствие, то это говорит об эмоциональной проблеме в вашем сердце. Тогда нужно двумя пальцами найти в области головы болезненную точку. Можно увидеть ее третьим глазом, воздействовать на нее пальцами и поменять состояние сердца. Таким образом, сердце расслабляется. Если вы всегда радостны, то ваше сердце может хорошо расслабиться и оно будет здоровым. В противном случае могут возникнуть спазмы, нервное состояние и появятся заболевания. Поэтому, если у вас есть сердечные заболевания, нужно использовать эмоции сердца. Если вы боитесь людей, зайдите в ванную комнату, закройте двери и посмотрите на себя в зеркало. Затем начинайте говорить, что вы очень красивый человек, что у вас все красиво, и нос красивый, и рот, и вы улыбаетесь красиво. Можете закрыть все другие части лица, оставить только один глаз, который смотрит в зеркало, и говорить себе при этом, какие вы красивые. Если вы каждый день будете это делать, то на следующий день вы уже будете выглядеть иначе, и это помогает вылечить сердце. Но здесь снова-таки нужно придерживаться равновесия. Очень много смеяться. На улице тоже смеяться. Люблю с тобой ответить, так как будет болеть. Итак, характер сердца. Сердце любит радость, счастье, удовольствие. Китайская медицина очень интересна. Она говорит о том, что если у вас будет чрезмерное удовольствие, избыточное счастье, если вы слишком много радуетесь, то вы тоже заболеете. Всего должно быть в меру. Если вы обнаружили плохую информацию, касающуюся сердца, вам нужно очень тщательно проверить свой мозг, а затем тонкий кишечник. Проблемы сердца могут очень легко оказать влияние на мозг и тонкий кишечник. Следующее. Рассмотрим легкие. Характер легких. Легкие не любят грусти. Что такое грусть или тоска? Если нам очень грустно, мы плачем. Что при этом происходит? Во время плача наши слезы попадают в область носа, и мы начинаем носом сопеть, а нос связан с легкими. Если вы посмотрите с информационной точки зрения, то увидите в этом случае, что такой пациент быстро утомляется. При этом вы сможете увидеть соответствующую точку на голове. Тогда вы по ней сможете указать пациенту, что в его жизни есть какая-то проблема, из-за которой он очень расстроен. Эта проблема связана с тоской, грустью, и она является причиной других феноменов. Например, она может вызвать короткое дыхание или поверхностное дыхание. Вы чувствуете, что не можете сделать глубокий вдох. Это может вызвать сердечную аритмию. Давайте поразмышляем. Если человек все время грустит, почему он при этом быстро утомляется? Потому что грусть уменьшает ци. Если человеку вдруг скажут, что у него какая-то проблема с ребенком, он сразу замрет. Возникает ощущение, что он утратил энергию. Грусть понижает энергию. Страх тоже снижает энергию. Если мы видим, что с легкими что-то не в порядке, то как мы можем функцию легких улучшить? Первое. Как и в предыдущих случаях, можно воздействовать пальцами на точку на голове, а второй рукой на область легких. Второе. Мы должны пробуждать эти точки. Третье. Мы должны побеседовать с пациентом. Вы должны сказать, что ощущаете его грусть, поинтересоваться, что случилось в его жизни, из-за чего он тоскует. У меня было несколько пациентов. Когда после такого вопроса они начинали плакать, то расслаблялись. Если у человека в легких грусть, то он должен найти какой-то метод освободиться от нее. как вы освобождаетесь от очень сильной грусти или тоски. Если вы плачете, то куда вы идете плакать? С детьми все понятно. Если у них по поводу чего-то возникает грусть, то тогда они идут к родителям, к маме или отцу поплакать. А если в вашей жизни случаются такие проблемы, куда вы идете плакать? Есть ли у вас кто-то, возле кого вы можете выплакаться? Обычно, если грусть испытывает мужчина, то они не плачут. А женщины плачут мгновенно. Поэтому они дольше живут. Нам всегда нужны в жизни близкие люди, которому вы можете рассказать о своих проблемах. Я заметил, что у меня гораздо больше друзей в Соединенных Штатах, в Сиэтле, потому что почти каждый пациент любит со мной разговаривать и плакать. Потом я спрашиваю, у него некому плакать. Некому плакать. То есть, значит, ему некому поплакаться. Да. Если мы очень грустны, то какого рода проблемы могут возникнуть через некоторое время? Грусть может вызвать депрессию. Поэтому, если вы обнаружите, что у кого-то депрессия, вам нужно проверить состояние легких. А затем использовать информационные методы лечения для того, чтобы удалить эту грусть из легких. Мы должны подумать также о том, что может быть причиной страха. Если мы испытываем страх в своей жизни, то страдают почки. Давайте поразмышляем. Если почки слабые, то возникают ли при этом у нас какие-то эмоции? И как при этом меняется наше поведение? С точки зрения современной медицины, болезни почек очень трудно поддаются лечению. Но методами медицины, мыслеобразами у нас очень быстрые и хорошие результаты. Потому что болезни почек очень тесно связаны с нашим эмоциональным состоянием. Например, если вас кто-то испугал, или, может быть, мы просто чего-то опасаемся, если мы боимся, что кто-то нам может причинить какой-то вред, или вы боитесь завтрашнего дня, или вы боитесь, что произойдет с вами какое-то неприятное событие, то длительное такое эмоциональное состояние может привести к боли в области почек, возникает боль в ушах, некоторые испытывают боль в нижней части спины. Если ситуация продолжается долго, тогда возникают проблемы с мочеиспусканием. Если это длится и длится, то у вас возникает повышенная потливость по ночам. Например, если вам 30 лет, и вы ночью потеете, то может быть проблема с вашими почками. По поводу почек, мы тоже можем найти соответствующие информационные точки на голове. В этом случае мы одной рукой должны воздействовать на точки на голове, а второй рукой на область почек. Мы должны пробуждать почки, использовать метод пробуждения. Почки связаны с водой и производят мочу. Это вода. Если вы обнаружите, что ваши ноги или область голеностопа постоянно отечны, то это также симптомы, проблемы с почками. Селезенка. У селезенки очень интересный характер. Она любит думать. Селезенка постоянно размышляет. И селезенка любит сладости. Селезенка в китайской медицине неотделима от поджелудочной железы. Поэтому рассматривают совместно селезенку и поджелудочную железу. Сейчас попробуем рассмотреть причину, почему большое количество людей жалуются на диабет. Современная лабораторная медицина утверждает, что это проблема поджелудочной железы. Китайская медицина также утверждает, что этот орган связан со сладостями. Но если мы хотим, чтобы человек был постоянно доволен и счастлив, и не может удовлетворить это желание, то страдает селезенка и поджелудочная железа. У многих людей хорошее желание и хорошее пожелание другим. И они очень часто хотят сделать других счастливыми, но не могут реализовать свои желания по своему разумению. И вот это вызывает у них грусть, а в этом случае начинает страдать селезенка и поджелудочная железа. Если вы не можете реализовать свои желания по отношению к кому-то и не можете реализовать именно хорошее желание, то это травмирует селезенку и поджелудочную железу, а как следствие возникает диабет. Поэтому, если рассматривать ситуацию с точки зрения информации, то, может быть, удастся изменить характер селезенки и поджелудочной железы. может быть, удастся изменить свой характер. Мы знаем, что у каждого органа свой собственный характер, и у нас тоже свой индивидуальный характер. Характер человека может оказать влияние на характер конкретного органа, точно так же, как характер органа может воздействовать на характер человека в целом. Сейчас давайте подумаем, как с информационной точки зрения мы можем улучшить характер селезенки и поджелудочной железы. В этом направлении очень многое размышлял китайский философ Лао Цзи. Лао Цзи говорил, не нужно думать слишком много, следуйте природе, и тогда все реализуется само. Если мы слишком много размышляем, то мы не можем получить то, о чем размышляем. Это травмирует нас и травмирует нашу селезенку. Это метод Увэй. Если не размышлять и не думать, то тогда будет намного меньше проблем. Если у кого-то диабет, то нужно постараться не размышлять, а следовать естественности, и посмотреть, какого рода существование улучшит проблему с вашей селезенкой и поджелудочной железой. Сейчас давайте немного попрактикуем и будем заниматься активизацией функций третьего глаза. Сейчас мы будем работать вот с этим вот участком, от затылочной части, там, где находится точка ЮДЖЕЙ. И оттуда мы будем визуализировать свое сердце. От точки ЮДЖЕЙ, от затылка будем смотреть и визуализировать свое сердце. И когда мы это сделаем, то постараемся соединить эту точку с сердцем. Сейчас закройте глаза. Визуализируйте свое сердце. Постоянно держите свой ум расслабленным. Сейчас посмотрите перед собой и посмотрите мысленно на возникающие картинки. Медленно вернитесь. Сейчас встаньте, пожалуйста, разотрите ладони. Будем делать завершающие упражнения. Спасибо. 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 Иногда нам нужно посмотреть прошлое человека. Нужно посмотреть, откуда берут истоки его заболевания. Поэтому нужно уйти в прошлое. Когда мы рассматриваем прошлое, вы смотрите и видите, что дальше вы не можете продвигаться. Ваша картинка стоит. Мы можем сказать, что это изначальное, это то прошлое, раньше которого вы ничего не увидите. Это то, откуда проблема возникла. И точно так же мы можем увидеть будущее. Вы смотрите в будущее, уходите вперед и вперед, и вдруг все останавливается, и вы не можете пройти дальше. Это то, куда вы попали в соответствии с возможностями вашего третьего глаза, с возможностями видеть вот эту часть. Вы можете видеть нечто на протяжении определенного времени. Мы не можем дойти до изначальной формы жизни. Мы можем просмотреть ее от истоков до конца, но это может длиться на протяжении многих-многих лет. Здесь может быть очень много реинкарнаций. И тогда снова возникает вопрос, а что было до этой изначальной исходной жизни? Мы не знаем. Мы можем сказать, что это то, что мы можем увидеть в качестве человеческих существ, а что было до того, мы не знаем. Что вы хотите знать? Вопрос. Скажите, пожалуйста, если человек хочет поменять свой образ жизни, но от этого образа жизни зависит его практическое поведение, может ли он уладить как-то свой образ жизни? Что вы подразумеваете под целителем или врачом? Например, у вас есть офис. У вас есть реклама о том, что вы можете помочь. Кто-то к вам приходит и просит о помощи. Если вы встретите кого-то на улице и скажете, что у вас кармическое заболевание, то человек скажет, что заболевание у вас. Поэтому, если вас просят помочь, то вы должны помогать. Бывает так, что человек просит, чтобы вы ему помогли, но вы ему помочь не можете. Тогда не пытайтесь помогать тому человеку, который вашей помощи не нуждается или не хочет ее. Зачем поругать тогда? Конкретный вопрос. Вопросы. Зависимости, наркотические, алкогольные. Это информационные заболевания или нет? Это связано с информационными заболеваниями. Это информация и проблема физического тела совместно. Это бедные, да? Это болезненные. Сейчас я уже знаю, что это точно болезненные. Я думаю, кто ходит пить, пить. Если много пил, бронхо, голова, бронхо. Второй день уже лепет. Но я встречаю лечения. Сегодня я пил бедный, завтра еще хуже пьет. Послезавтра еще хуже. Потом все забыли долго пить. Лечить можно? Можно. Как помочь? Вопрос. Как помочь? Так, вы попробуйте, да, хотите? Тогда, если никто не будет пить, бронхо. Если никто не будет пить, проблемы тогда будут у водочного завода. Давайте рассмотрим. Первое. Человек привык пить водку. В этом случае третьим глазом вы можете увидеть, что состояние печени меняется. Если увеличить для рассмотрения клетки печени, то вы обнаружите, что они отличаются от нормальных. Они начинают любить водку. И когда водка попадает в организм, они становятся очень активными. Когда водка перестает поступать к ним, то клетки печени начинают чувствовать себя очень плохо. Поэтому, прежде всего, нужно очистить печень от водки, очистить клетки и активизировать работу печени. Второе. Нужно очистить информацию из точек головы, потому что там присутствуют постоянные мысли о том, что водка дает приятные ощущения. Нужно убрать ощущения от вкуса водки. Хватит или еще не хватит? Не хватит. Да. Мы так делали сегодня, но еще не закончили лечить. Завтра, пять лет. Так долго это метода жалко. Потому что один раз не можно вылечить, а второй день они бед пили. Еще хуже стало. Еще лечу, лучше стало. Опять теперь еще хуже. Да. Я так лечил, потом я думал. Да. Мне надо что делать, что если убить, то плохо чувствую. Как? Да. Надо так делать. Если бьешь, то плохо чувствую. Итак, если есть вопрос, мы должны использовать метод получения ответа. Мы начинаем медитировать, задаем вопрос и ждем ответ. Второй метод – это когда мы можем увидеть прошлое и будущее. Мы смотрим печень, которая привыкла к алкоголю, и смотрим, какие происходят изменения в прошлом и будущем. Я смотрю, что происходит после производства водки, как она вообще появляется, что с ней происходит через некоторое время. Через некоторое время она может превратиться в уксус. Одну сторону – смотреть в уксус, с другой стороны – смотреть в сахар. Значит, если посмотреть производство водки, то, с одной стороны, как бы в прошлом, это конфеты, а с другой стороны – это уксус. Итак, на одной оси сахар и уксус. Что нужно нашему организму? Точно так же, как фрукты, овощи и хлеб – это нужно, потому что это трансформируется в сахар. Поэтому можно сказать, что с одной стороны по оси от водки находится сахар, а с другой стороны – кислота. Тогда я смотрю водка, чувствую запаха уксуса. Вы не входите. Да, если вы нашли вето, скажите мне. Я нашел. Это не трудно. Материал есть. Чуть-чуть кушать – водка меняет уксус. Плитвы и битвы. Водка меняет уксус. Итак, мы сделаем так, чтобы человек, когда пил водку, она превращалась у него в уксус. Мы можем убрать информацию. Мы можем другую информацию внести в человека. Допустим, то же самое отношение к водке. Негативное на информационном плане. Мы говорили о том, что в информационной системе есть подсистемы. Есть системы регенерации. Мне задавали вопрос о том, откуда происходит информация. Информация может появляться из информации, из энергии, из вещества. Здесь, например, в печени человека, который регулярно выпивает, образуются определенные вещества, которые генерируют информацию о том, что нужно пить. Нужно продолжать пить водку. Если мы очистим мозг от этой информации, то через 20 часов печень будет генерировать новую информацию в мозг о том, что снова нужно пить водку. Поэтому третий метод, следующий, вы должны запереть этого человека в комнате или в тюрьме, куда нельзя ходить и откуда он не может выйти. Иначе до тех пор, пока печень полностью не очистится, вы не сможете избавить человека от этой привычки. Это требует времени. Если не использовать силу для контроля над этой ситуацией, то человек все равно будет уходить и пить. Сейчас давайте вернемся к рассмотрению нескольких примеров о том, как использовать информационную систему для лечения. Давайте посмотрим это на нескольких примерах. Итак, кто хочет попробовать? Когда я смотрю на его мозг, вы тоже смотрите в это же время на его мозг, чтобы активизировать свои способности. Представьте себе, что вы — это я. Здесь есть интересная вещь. Здесь есть интересная вещь. Здесь связи есть. Есть связи. И дальше тоже шинтан. Так. Так. Физически я тоже ношу здесь. Сейчас посмотрите еще как внутри связи. Видели здесь сердце связи. Здесь все. Видели здесь сердце связи. сейчас в своем уме я уже пришел к определенному выводу о том как лечить вы видите от головы связь к сердцу и еще с этим участком тоже линия связи поэтому вы можете увидеть что вот те точки на